Несанкционированная акция в центре Ульяновска наделала много шума. Провокации особо активных ульяновцев и истории с потерявшимся ребенком вызвали резонанс. Общественные деятели не остались в стороне и высказались по поводу участия детей во взрослых играх. Ну, безусловно, если у вас есть потребность, если у вас есть такое желание митинговать и что-то высказать, какую-то свою точку зрения, поучаствовать в каких-то организованных, опять-таки, мероприятиях, безусловно, это должно быть вне детей. В лучшем случае малыши могут напугаться агрессивных криков толпы. В худшем – получить травмы в давке. Подростки, конечно же, покрепче физически. Кто-то сможет сориентироваться, увернуться и отойти с места потасовки. По мнению ульяновских общественных деятелей, неокрепшим умам стоит держаться подальше от подобных сходов. Совершеннолетие также не гарантирует адекватного поведения. 18-летние, уже вполне сознательные парни бьют милицию. Это пожизненно испорченная себе судьба. Попав однажды в места отдаленные, человек навряд ли когда-то встанет на нормальный путь. Мы это осуждаем, мы это не поддерживаем. И всячески пытаясь в своем кругу, общаясь с детьми, вот сейчас уроки мужества идут, что это не нужно делать. Это не тот шанс, не те рычаги, которыми нужно действовать, тем более детьми. Со своей стороны хочу пожелать нашему правительству очень серьезно взглянуть на молодежную политику. И все-таки, наверное, должна быть единая какая-то идеология, в рамках которой, в нашей стране, в рамках которой молодежь могла бы понимать, что такое родина, что такое хорошо, что такое плохо. Участвуя в незаконных акциях, человек может изрядно подпортить себе профессиональную репутацию. Например, при приеме на работу могут отказать, если у соискателя имеется административное наказание в прошлом. Особенно это актуально для студентов, у которых профессиональный путь еще в стадии зарождения. К сожалению, 23 января не обошлось без нарушений. Несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. Это нарушение установленного порядка организации, либо проведение митинга, собрания, шестия. И санкции по этому составу, я подчеркну, достаточно серьезные. Ну, к примеру, организация, либо проведение несанкционированного массового мероприятия, влечет наложение административного штрафа на граждан от 20 до 30 тысяч рублей. Также могут последовать обязательные работы на срок до 50 часов. Или же 10 суток ареста. Стоит отметить, что именно родители подростка понесут наказание. По мнению юных волонтеров, чтобы не случалось подобных бед, молодежь необходимо привлекать к более позитивным мероприятиям. Мы подумали, что кто-то пришел, потому что давно не было массовых мероприятий, возможно, такого вот формата, что им просто скучно стало. А так и было, на самом деле. Многие просто реально снимали тиктоки, там, снимали видосики, фоткались, улыбались, смеялись. То есть многие ребята просто не поняли, а почему мы вообще тут делаем. Нас сознательно как будто пытаются разделить, то есть столкнуться лбами. И это все идет в социальных сетях, идет с такой молодежной повесткой. Выход энергии нужен молодому поколению. Главное – правильно ее направить. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.